В 2020 год богатыми национальными датами. В мае мы отметили 75-ю годовщину победы над фашистской Германией, а 10 августа исполнилось 175 лет со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. И сегодня хотелось бы вам рассказать о потомках Абая, которые проявили мужество, героизм и отвагу в годы Второй мировой войны. Капсалям Аубакирулы, правнук Абая, внук Акулбая, старшего сына поэта. Он родился в 1907 году в селе Караул Абайского района Семипалатинской области. Когда началась война, ушел на фронт. Погиб в 1943 году. Алихан Аубакирула, правнук Абая, внук Акулбая, старшего сына великого философа. Родился в 1918 году. Участвовал в войне. Пропал без вести. Берекихан Кутайбаула, правнук Абая, внук Магауи, третьего сына Абая. Родился в 1919 году. Окончил в Семипалатинске 7 классов русской школы. В начале войны был призван в ряды советской армии. Погиб в 1942 году. Жошихан Жагипарула, правнук Абая, внук Магауи, третьего сына поэта-простителя. Родился в 1924 году в селе Караул Абайского района. После смерти отца Жошихан с сестрами Ишаги и Газель воспитывались в Алматинском детском доме. Ушел на войну со школьной скамьи. Он обладал поэтическим даром. Погиб в августе 1943 года в боях за освобождение города Харьков. Ишаги Жагипархозе, правнучка Абая, внучка Магауи. Родилась в 1922 году. Весной 1942 года она ушла добровольцем на фронт. Окончила краткосрочные курсы в Хабаровской школе авиации, получив специальность авиамеханика. Она обслуживала четырехмоторные самолеты Як-40 и Як-9. Участвовала в боях под Харьбином. После войны вернулась в Алмату, где окончила Казахский педагогический институт и работала в Министерстве мелиорации и водного хозяйства. Она скончалась в 2014 году и была похоронена на кладбище Кунанбая в рочище Ахшокая. Алпаш Жабраилуле, правнук Абая, внук Турагула, четвертого сына философа. Был записан на брата Абая Оспана, носил фамилию Оспанов. Участвовал в войне, вернулся инвалидом. Он был награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Жил в Алматы, умер в 1990 году. Кузаир Михаилуле, внук Абая. В годы коллективизации был раскулачен и сослан во Фронзе. Оттуда был призван на фронт. Погиб в 1945 году. Калишер Михаилуле, внук Абая. Так же, как и старший брат Кузаир, был депортирован во Фронзе. Оттуда ушел на войну. Погиб в 1942 году. Турташ Искаилуле, внук Абая. Родился в 1924 году. Играл на домбре, баяне, пел песни Абая. Когда началась война, ушел воевать против немецко-фашистских захватчиков. Погиб в 1943 году. В книге Жагипара Жунижанова Еле-Ерлира-Нуматпайды приводится отрывок из воспоминаний правнучки Абая и Шаги. Десять потомков Абая ушли на фронт. Восьмерым не суждено было вернуться. Они пали смертью храбрых. Наследников у них не осталось, потому что все они были настолько молоды, что еще не были женаты. Только двое вернулись живыми домой. И Шаги, и Алпаж. Потомки великого поэта и мыслителя ценой своей жизни защитили свою родину от немецко-фашистских захватчиков. Продолжение следует...